Добрый вечер с главными событиями этой среды в итоговом выпуске новостей в студии Алтыная Хабулбаева. Президент Сорунбай Джейнбеков сегодня принял директора Государственной комиссии по делам религии Заирбека Эргешева. Во встрече приняли участие глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Муфти Максата Джи Токтумушев и глава Бишкекской и Кыргызстанской епархий Русской Православной Церкви епископ Даниил. Глава государства отметил важность сохранения и укрепления единства и многообразия культур народа Кыргызстана. Почеркнул особую роль духовности в развитии личности, общества и государства в целом. Также президент Сорунбай Джейнбеков отметил необходимость привития идей вероотерпимости и упрощения согласия в обществе. Муфти Максата Джи Токтумушев и епископ Даниил рассказали о мерах по совершенствованию межконфессионального диалога в регионах, повышению религиозной грамотности населения страны. Также обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия и толерантности в обществе, предотвращения радикализма и экстремизма. Кроме того, представлена информация о подготовке к международной конференции «Ислам и православие. Религии мира», которая пройдет 21 ноября этого года в городе Бишкек. Президент Сорунбай Джейнбеков сегодня направил обращение по случаю 30-й годовщины подписания Конвенции о правах ребенка. В сексте обращения глава государства говорится. Уважаемые соотечественники, ровно 30 лет назад Организацией Объединенных Наций была принята Конвенция о правах ребенка. В этом году исполнилось 25 лет со дня присоединения Кыргызстана к данной конвенции. Тем самым наше общество приняло обязательство, что каждому ребенку будет проявляться забота как со стороны родителей, так и со стороны государства. Мы должны обеспечить соблюдение прав детей, гарантировать им доступ к качественным образовательным программам, охране здоровья, обеспечить право на семейное окружение и безопасное общество, не допускать насилия по отношению к ним. Нам всем необходимо поддерживать детей с ограниченными возможностями здоровья, давая им возможность развиваться наравне со сверстниками. Правоохранительные, судебные и органы местного самоуправления должны усилить работу по предотвращению насилия по отношению детей и их защите. Компания «Тумар» по поддержке детей, начатая 1 июня текущего года, должна стать ежегодной. Пусть дети будут счастливы. Подарим им заботу и теплоту. Депутаты Джогургу Кенеша сегодня встретились с учениками Школы Республики. Для участия в этом мероприятии были отобраны дети из семи областей страны. Это самые активные члены школьных парламентов. Ученики рассказали народным избранникам о тех проблемах, с которыми сталкиваются они сами или их близкие и знакомые, а также задали ряд вопросов по самым актуальным проблемам на сегодняшний день. Мероприятие было приурочено 30-летию подписания Конвенции по правам ребенка. В Джогургу Кенеша сегодня проходит не совсем обычное заседание. В качестве выступающих дети на их вопросы отвечают депутаты. Мероприятие посвящено 30-летию ратификации Конвенции по правам детей. Для участия в сегодняшней встрече были отобраны самые активные члены школьных парламентов из семи областей республики. Сначала дети побывали на пленарном заседании Джогургу Кенеша, где их поприветствовал спикер Дастан Джумабеков. В истории нашего народа дети всегда занимали особое место. Девочки и мальчики всегда были полноправными членами семьи и общества. А в прошлом подростки и молодежь выступали на Курултаях, на которых обсуждались и принимались решения по основным вопросам жизни общества, племени и рода. Принятие и реализация положения Конвенции придали особый статус и значимость положению детей. Дети стали субъектом права. Если на пленарном заседании Джогургу Кенеша дети были просто наблюдателями, то в западном зале парламента они стали уже спикерами. Школьники рассказывали депутатам о тех проблемах, с которыми сталкиваются они сами или их близкие и знакомые. Джайнагуль Айдиева приехала из города Кан. Девочка уже несколько лет работает в школьном парламенте. Побывать в Джогургу Кенеша хотела давно. Сегодня ее желание исполнилось. Джайнагуль подняла тему, актуальную для многих учебных заведений, которые находятся в отдаленных регионах страны. У меня есть родственники, которые живут в горах. Они мои ровесники и ходят в школу. В школе так холодно, что на занятиях ученики вынуждены сидеть в куртках. Это очень неудобно. Верхняя одежда сковывает движение. Трудно писать. К тому же сильно мерзнут руки. Отвечая на вопрос, Джайнагуль Айдиева и депутаты сообщили, сейчас много говорится о переходе на альтернативные системы отопления. Также нардепы предлагают правительству при воздвижении школ применять современные методы строительства и утеплять здания модернизированными способами. Из государственного бюджета выделяется необходимая сумма для закупки угля. Покупается такое количество твердого топлива, чтобы поддерживать температуру в классах в пределах нормы. Это плюс 20-18 градусов. Так что уголь есть. Холодно, потому что здания плохо утеплены. Дети поднимали и другие проблемы. В частности, слабое медицинское обслуживание, отсутствие медицинских кабинетов в некоторых школах, переполненность классов. Много вопросов ученики задавали относительно обеспечения их безопасности. В частности, говорилось, что не все школы имеют ограждение и на территорию учебного заведения может попасть любой посторонний человек. По безопасности детей буквально два или три месяца назад в парламенте, я в том числе, да, мы озвучили вопрос о том, что государство должно обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте наших детей. Тогда нас, депутатов, обозвали популистами. Но сейчас, после того, как вы озвучили этот вопрос еще раз, я и, думаю, вот эти все коллеги, которые здесь присутствуют, мы обязательно будем обозначать перед мэрией города Бишкек, перед акимиатами, перед губернаторами семья властей, что дети не должны пешком, километрами идти до школы. Дети не должны стоять в пробках. Если ребенок, который стоит на остановке зимой и мерзнет, и родители, которые сидят и ждут, родители в это время работают, и они даже не знают, доехал ребенок или нет, то есть вопрос вашей безопасности, он нужен, важен и очень актуален. Поднималась сегодня и проблема повышения уровня образования. Школьники говорили о необходимости оборудовать учебные заведения техникой, которая сделала бы процесс обучения более продуктивным и интересным. Подобными встречами с молодыми ребятами, с людьми, которые не зашорены определенными бюрократическими подходами, мы сами еще раз проводим анализ собственных действий, собственной эффективности. Мы сами эти проблемы видим, и я думаю, что вы даете для нас в том числе большой стимул быть еще более эффективными. Напомним, Кыргызстан ратифицировал конвенцию по правам ребенка 25 лет назад. Страна обязалась защищать права детей. Постепенными шагами республика добилась больших результатов в этом вопросе. Так снизилась детская смертность. Были введены прививки, которые защищают детей от инфекционных болезней. Эта программа охватывает сейчас 80% несовершеннолетнего населения страны. Вырос доступ детей к программам развития в раннем возрасте с 14 до 40%. Однако есть еще ряд нерешенных проблем. Например, согласно результатам кластерного исследования ЮНИСЕФ за 2018 год, три ребенка из четырех в Кыргызстане подвергаются насилию дома. Екатерина Токамбаева, Бакатбек Мамацаев, Пирамида. В Кыргызстане подводятся итоги акции «Тумар», которая проходила под эгидой президента Сорунбая Джейнбекова, целью которой был сбор подписей против насилия над детьми. Осуществить кампанию Кыргызстану помог детский фонд ЮНИСЕФ. Тему продолжит моя коллега Екатерина Токамбаева. 47,5% детей Кыргызстана подвергаются физическому насилию, а более 5% – суровому физическому наказанию. 1 июня этого года в стране была запущена акция «Тумар» по сбору подписей за отказ от насильственного воспитания детей и продвижения позитивного родительства. Сотрудники Министерства труда и социального развития вместе с волонтерами провели большую работу. Они беседовали с родителями, встречались с ними на собраниях, в школах, в детских садах, отправляли сообщения на телефоны. Главной задачей было рассказать взрослому населению страны о проводимой кампании и убедить, поставить подпись под петицией. Ведь одобряя этот документ, человек дает обещание никогда не предпринимать насильственных мер в отношении ребенка. В отношении к ребенку не должно быть никаких форм насилия, не только физического, а и других форм насилия. Вот что именно подразумевается под насилием, к чему она может привести. Вот такие вот информационные кампании были даны родителям. По предварительным данным, петицию против насилия над детьми подписали более 10 тысяч человек. Документ призывает отказаться от любого вида насилия в отношении ребенка. Будь то физические наказания, неудовлетворение базовых потребностей малыша, психологическое давление или эмоциональная отстраненность. Обходы по домам показали, что не все родители знают, как воспитывать ребенка без насилия. Но в Министерстве соцразвития напомнили, что на базе ведомства работает круглосуточная горячая линия. Там дежурят специалисты, которые всегда готовы помочь советам. У нас в Министерстве труда соцразвития работает телефон доверия круглосуточно, работают психологи, где вся информация конфиденциальна, можно обратиться. И когда ты звонишь с любого мобильного телефона, звонок является бесплатным. И время не ограничено, когда может ребенок, тот же родитель поговорить о своих проблемах. Компания «Тумар» проводилась совместно с детским фондом ООН-ЮНИСЕФ. Ее сотрудники посещали дома кыргызстанцев, разговаривали с родителями. Собранные данные легли в основу кластерного исследования, результаты которого шокируют. Почти 74% маленьких кыргызстанцев испытывали на себе один из видов домашнего насилия. Нашей целью будет искоренение насилия над детьми. Наша организация тесно взаимодействует с правительством парламента по пересмотру законов по искоренению насилия над детьми. В рамках акции «Тумар» мы призываем общество отказаться от любой формы наказания детей, как физической, так и психологической, и выступаем за более образовательные методы подхода в воспитании. Напомним, акция «Тумар» сортовала в этом году, в День защиты детей. Она проходила при поддержке президента Саранбая Джейнбекова. Тогда отмечалось, что вопросы защиты детей должны рассматриваться и решаться ежедневно, на постоянной основе всеми госорганами. Органами местного самоуправления, НПО и международными организациями. Екатерина Токамбава, Бакатбек Мавацаев, «Пирамида». В честь юбилейной даты Конвенции ООН о правах ребенка, а также ее 25-летней ратификации в Кыргызстане, в столице провели еще одно мероприятие. Так, в Национальной филармонии имени Токтугула Саталганова состоялся праздничный концерт, где поздравили детей Кыргызстана. В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров и другие. Подробности смотрите далее. Такой позитивный подарок в виде праздничного концерта предоставили маленьким, но не менее важным гражданам Кыргызстана. Сегодня во всем мире празднует 30-летие Конвенции ООН о правах ребенка. Этот день еще одна возможность уделить внимание детям Кыргызстана и рассказать им об их правах. Я хочу сказать, что сегодня очень знаменательный день. Это прежде всего день, чтобы мы, взрослые, вспомнили, что у нас есть наши маленькие граждане, которые нуждаются в двойной заботе, в двойном внимании. Потому что мы все, когда вы появляетесь на свет, желаем только одного, чтобы наши дети были счастливы, чтобы у наших детей все было. И мы, государство, конечно же, делаем все возможное, чтобы дети получили хорошее образование. Не стоит забывать и о правах детей с ограниченными возможностями здоровья. В Кыргызстане более 30 тысяч детей с особыми потребностями. Пришедший поздравить детей министр труда и социального развития Лукбе Кочкоров отметил, что особенным детям со стороны государства оказывается всяческая поддержка. По его данным, для них ежегодно разрабатываются специальные программы. Такие программы разработаны в целом для всех детей. К тому же, теперь госпособие Балагас Юнчу будет выдаваться в повышенном размере. В рамках данной конвенции принят ряд государственных программ. В рамках этой государственной программы проводится работа по созданию условий для развития детей и защиты их прав. Как вам известно, буквально в преддверии этого мероприятия, 18 ноября, правительством также было принято постановление об увеличении суммы Балагас Юнчу для тройн и больше до 50 тысяч сомов. Кстати, сегодня детям удалось не только получить поздравления и приятно провести время, наслаждаясь концертом, но и узнать многое о своих правах. Однако стоит заметить, что сегодня юные кыргызстанцы проводят свой досуг не впустую. Многие из детей в Кыргызстане знают хотя бы отчасти свои права. «Мы пришли, чтобы узнать побольше о наших правах, о том, куда мы можем обращаться за помощью от насилия и какую помощь может оказать нам государство. Сегодня для нас выступал и премьер-министр. На этом мероприятии нам раздали специальные брачуры о решениях против насилия. Мы прочитаем их и думаем, в целом этот день помог намного увеличить наш багаж знаний». Конвенция ООН о правах ребенка – это наиболее широко ратифицированное соглашение по правам человека в истории, которое позволяет обеспечить лучшую жизнь для детей по всему миру. Дети должны получить возможность расти в безопасных условиях. И именно благодаря знаниям о правах каждый ребенок будет защищен. Альзада Урумбаева, Оскар Уланулу, «Пирамида». Сыр по бельгийской технологии. Изготовление из натуральных материалов чапанов и вертолет для развития туризма – это результаты труда наших женщин-предпринимателей. Они не только занимаются своим любимым делом, получая прибыль, но и обеспечивают рабочими местами других. Так, на конференции, приуроченной ко всемурному дню женского предпринимательства со стороны главы правительства Мухаммед Калая Балгазива, было заявлено, что на сегодня правительство учло замечания, высказанные в прошлом году, и в банках создали несколько продуктов для развития женского предпринимательства. О бизнесвумен и об их успехах расскажет Джибек Шершенбиева. Айбарча Бекова начала свое дело в 2017 году. Сейчас она изготавливает ковры из натурального сырья и стопроцентной шерсти, а сырье закупают на рынке. Работы обеспечены 13 рукодельниц, но они планируют увеличить это число до 70. Главной целью этого предприятия является ориентация на экспорт. Другая же рукодельница изготавливает национальную одежду в современной обработке и приданное для девушек. По ее мнению, такие площадки для развития женского предпринимательства дают толчок их деятельности. Шерсть закупается в Кыргызстане и производится из кыргызской шерсти. Плюс отход нашей кыргызской женщины. Стоимость ковров у нас варьируется от 80 тысяч сомов и выше. Изначально у нас была проблема, что кыргызский ковер не может стоить иметь такую справедливую цену, но сейчас все понимают, что это продукт очень высокого качества и готовы приобретать такой ковер по такой стоимости. Для нас это возможность диалога между женщинами и предпринимательницами, которые могут помочь друг другу. Здесь собирались предприниматели, трудящиеся в различных сферах экономики. Последствием диалога мы находим здесь партнеров по бизнесу. Что касается наших работ, то их очень часто забирают за границу, чтобы обустроить в национальном стиле свой уголок или же комнату. Женщинам, которые хотят начать свой бизнес, хотелось бы сказать, чтобы они не боялись и шли только вперед. Всемирный день женского предпринимательства – это не только повод отметить достижение прекрасного пола, но и создание площадки для женщин-бизнесменов. На форуме в этот раз принял участие и глава правительства Мухаммед Калы Аблгазеев. Он заявил, что по статистике 68% экономической активности занимают женщины, и именно они распространяют бренд по всему миру, сделанный в Кыргызстане. Премьер отметил, что для развития женского предпринимательства были созданы кредитные продукты. Ишкираим под 14% годовых, общий бюджет 50 миллионов, по которым уже 78 женщинам выданы кредиты. Айлбанк открыл АИМ-кредит, а первый РСК-банк называет Ишкираим. Айлбанк открыл кредитную линию АИМ-кредит. То же самое, 14% на 24 месяцев – это на обороты, а 36 месяцев тоже на основные средства. Уже проект запущен. Гарантийный фонд обязуется финансировать гарантию не менее 40% от общего объема портфеля. Поэтому здесь тоже можно говорить. Также премьер выделил от листившихся бизнесменов. Среди них те, кто изготавливает и экспортирует бельгийский сыр. Щют и распространяют нашу национальную одежду по всему миру. А также есть и обладательница вертолета, который она специально купила для развития туризма. Среди этих бизнесменов есть и Брул Харабекова. У нее типичный бизнес. Наряду с этим она делится своими знаниями в этой сфере с молодым поколением. За свои заслуги она получила именные часы от премьера. Последние пять месяцев мы работали в проект «Ментор МНТ». И я думаю, мы очень получили большой опыт и взаимопонимание, саморазвитие от этого проекта. Организаторы мероприятия надеются, что эти усилия будут способствовать продвижению женского предпринимательства как в масштабах местных сообществ, так и в масштабах всей страны. В этом году проект «Курак» обучил 60 пар. Это 60 девушек, кто хочет создать свой бизнес, и 60 уже опытных женщин-предпринимателей. И у всех проблема в том, что женщина в себя не верит, женщина боится. И это нормально. Есть такой принцип самозванки. То есть каждая женщина, которая уже добилась успеха, она считает, что она не до конца добилась успеха, что она не достойна успеха. И на наших тренингах мы обучаем женщину в первую очередь поверить в себя, найти свои таланты и начать работать. На данной конференции приняли участие около 500 представительниц прекрасного пола. Они поделились своим опытом и знаниями в каждой из своих областей. По итогам 9 месяцев этого года объем экспорта из Кыргызстана составил 1,356,5 млн долларов США. На сегодня отечественные товары экспортируются в 87 стран мира. В основном это страны-партнеры по таким объединениям, как Союз независимых государств, Евразийский экономический союз, Европейский союз, государства-члены Всемирной торговой организации. В настоящее время республика экспортирует более 100 групп товарных номенклатур. Основными товарными позициями, идущими на экспорт, является продукция сельского хозяйства. Так, за 9 месяцев экспортировано свыше 90 тысяч тонн овощей на сумму более 50 млн долларов США. К примеру, фасоль экспортирована в 30 стран мира, а ее общий вес составил 52 тысячи тонны. Молочная продукция экспортируется в Республику Казахстан и Российскую Федерацию в объеме 20 тысяч тонн. Целый ряд стран мира экспортируется кыргызский мед. Кроме того, с недавних пор наша страна поставляет месопродукты в страны Ближнего Востока. Объем товароборота со странами ЕС за 9 месяцев достиг порядка 2 млрд долларов США, что несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем наблюдается снижение импорта как в страны ЕС, так и в целом. Если с января по август 2018 года импорт составлял 3,5 млрд долларов США, то за аналогичный период текущего года чуть больше 3 млрд долларов. В Кыргызстане открылось предприятие по производству одного из лучших экспортируемых товаров – меда. Так, в свободной экономической зоне Бишкека появился еще один производственный цех, которому агентство США по международному развитию подарило современное оборудование, которое специализируется на производстве натурального меда и продуктов на его основе. Свободную экономическую зону посетила и наша съемочная группа. Кыргызстан всегда славился натуральными продуктами высшего качества. Многие из экспортируемых товаров в Бишкеке выпускаются именно в свободной экономической зоне. 120 продукций изготавливается на этой площадке. Какие, рассказали в самой организации. Вся произведенная продукция, она произведена здесь, на территории СС Бишкек. Большая часть ориентирована на экспорт, но на внутреннем рынке тоже мы продаем. То есть продукция продается на внутреннем рынке тоже. На сегодняшний день зарегистрировано 312 предприятий. Из них 69 предприятий занимаются исключительно производством. 104 предприятия занимаются услугами и торговлей. И 150 предприятий где-то на сегодняшний день простаивают по определенной причине. Кыргызстан экспортирует и товары средств гигиены. Так, с 2015 года на территории СС Бишкек функционирует и завод по производству детских подгузников. Минуту на этом заводе производится около 500 единиц подгузников. Название бренда «Кыргызская», что позволяет другим странам узнавать о Кыргызстане через товары. За время существования нашего завода мы уже трижды побывали на международных выставках в Бостоне, в Женеве и в Майами. Благодаря нашему уникальному покрытию «Силк», что означает «шелковое покрытие», наши подгузники были выставлены на стенд в Майами как образец качества. Мы считаем, что марка «Made in Kyrgyzstan» вызывает интерес и уважение в рамках, в глазах мировой общественности. Мы гордимся своим производством. Ну а здесь идет само производство подгузника. Кстати, у меня расположено оборудование, которое совмещает два материала. Это фрилосная масса хлопка и впитывающий порошок. Такое совмещение оборачивается в нестанный материал. А снизу идет уже маркировка подгузника. В итоге здесь уже издается форма подгузнику и получается вот такой готовый материал. Кстати, по словам производителей, особенность этого подгузника в том, что здесь идет шелковое покрытие. Но такие товары в экспорте могут уступать лишь меду. Именно мед является одним из главных часто импортируемых продукций в Кыргызстане. Кыргызстанский мед славится лучшим качеством и незабываемым вкусом. Поэтому это является выгодным и для международных доноров. Сегодня одному из предприятий по производству меда подарили новое оборудование. К тому же открылась еще одна медовая компания. Сегодняшний субъект уникален тем, что у него своя лаборатория. И качество все определяют. И сразу контракт этой компании заключен с Америкой, с Одним Штатом Америки, с Японией и с Южной Кореей. И сейчас уже переговоры ведутся Королевская Савдовская Аравия. То есть весь мир охват пойдет. А сейчас мы находимся в производственном цеху только открывшегося предприятия «Бал Аман». Здесь пакуется мед, привезенный со всех регионов Кыргызстана. Кстати, вид у него непростой. Он шалфейный и имеет лекарственные свойства. Пока здесь функционирует только одна линия. Но она способна в день упаковать около тонны меда. Далее уже такой мед распространяется по магазинам Кыргызстана, но и экспортируется в такие страны, как Китай, Япония, арабские страны и так далее. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, «Пирамида». Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшения систем ирригации, вопросы цифровизации и развития регионов, улучшения гидроэнергетического потенциала страны. Во всех вышеперечисленных секторах экономики требуется помощь партнеров и доноров. Так было заявлено, что партнеры по развитию готовы оказать помощь Кыргызстану в реализации намеченных планов по реформированию страны. В какие сектора экономики нужно вложить денежные средства в первую очередь и в какие проекты готовы вложиться доноры Кыргызстана, вы узнаете из следующего материала. За годы независимости стране от донорского сообщества была оказана помощь на общую сумму более 10,5 миллиардов долларов. При их помощи были реализованы крупные инфраструктурные проекты в энергетике, строительстве дорог и так далее. Так, на прошедшей конференции под названием «Ускорение реформ для устойчивого развития» было заявлено, что доноры готовы вложиться в проекты, связанные с цифровизацией. «Цифровизация может обеспечить эффективное предоставление государственных услуг, стимулировать развитие частного сектора и привести к более активному участию граждан в экономической и социальной жизни страны, где больше половины населения моложе 25 лет. Инвестиции информационно-коммуникационной технологии и интернет также имеют хороший экономический смысл. Опыт показывает, что увеличение проникновения широкополосного интернета на 10% увеличивает ВВП страны как минимум на 1%, а экспорт на 4,3%. Что касается цифровизации, то в 2020 году ожидается грантовая помощь со стороны партнеров в размере 5 миллионов долларов для развития системы электронного взаимодействия «Тюндук» и для обеспечения кибербезопасности. «В рамках Всемирного банка общий бюджет, который в настоящее время реализуется, то есть составляет порядка 50 миллионов долларов США. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по анализу потребностей и определению приоритетных проектов в рамках ожидаемой помощи со стороны Евросоюза, в рамках поддержки бюджета по цифровизации. Там как раз-таки специальная группа экспертов, они в настоящее время изучают и определяют совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами по определению приоритетных проектов по цифровизации». Другой же вопрос – развитие ирригационных систем, что требует значительные финансы. В наших условиях орошаемые земли – это фундамент получения высоких урожаев, говорит академик Чамин Акималиев, отмечая, что если в ближайшие годы увеличить площадь орошаемых земель до 1 миллиарда гектаров, то мы создали бы запас прочности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, заявил он. «Орошаемая пашня в сравнении с неорошаемой багарной увеличивает урожайность любой сельской хозяйственной культуры в полтора раза. Это значит и сельское хозяйство поднимется намного больше и на этой основе обеспечиваться будет реализация президентской программы развития регионов. Вот в чем состоит программа ирригации». Другая приоритетная задача состоит в обеспечении населения чистой водой. На все эти нужды потребуется более 1,5 миллиардов долларов, но бюджет этого не позволяет. Но есть доноры, в помощи которых мы нуждаемся, говорит Акималиев, отмечая, что при распределении средств нужно хорошо составить проект и привлекать не зарубежных, а наших специалистов. «Когда реализовывается международный проект, обязательно процентов 60 уходят на обслуживание технического научного персонала, который нанимается со стороны. В то время, когда в стране у нас есть масса специалистов, которые могут это сделать намного грамотнее. Вот почему у нас низкая эффективность средств. Я думаю, если учтут эти недостатки, то мы можем достичь высокой эффективности». Все международные организации отметили высокую динамику в реализации поставленных задач и выразили готовность оказанию содействия новым проектам в стране. «Необходимо ставить платформу по устойчивому финансированию, то есть не просто предоставление каких-либо грантовых средств, а в первую очередь предоставление долгосрочного инвестирования и финансирования для устойчивого роста по применению зеленых технологий и развития регионов, а также цифровизации страны». Так доноры заявили, что они и дальше намерены поддерживать процесс модернизации Кыргызстана и доступа к технологиям. В Первомайском районном суде города Бишкек продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего вице-премьер-министра Душенбека Зилалиева. Его обвиняют в незаконном обогащении, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение. Сегодня в судебном заседании допросили четверых свидетелей. Зисневка других лиц в слушании дела вновь отложена на 27-е. В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Зилалиева, которое обвиняется в незаконном обогащении. Сегодня в судебном заседании были допрошены четверо свидетелей. В связи с неявкой других свидетелей слушание дела отложено на 27 ноября к двум часам. Если улучшить систему кадрового управления, то будет развиваться и бизнес. Именно с таким лозунгом в Бишкеке прошел HR-форум. В нем специалисты в сфере HR-управления из России, Кыргызстана и Казахстана рассказали о специальном кадровом управлении и эффективном использовании исследований успешной работы. Также обсуждалось значение внедрения новых инструментов для управления кадрами. В мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса, руководители и HR-менеджеры. Такое мероприятие проходит уже в пятый раз. Ранее данный форум проходил в Казахстане трижды. В этом году он проводится во второй раз в Кыргызстане. Ответственность за проведение данного форума взяла на себя международная консалтинговая компания. У нас пятый международный HR-форум, который мы проводим уже второй раз в Бишкеке и три раза в Алматы проводили. Это такое очень классное мероприятие для собственников HR-управленцев. Тема у нас мотивация. Наша цель, чтобы HR-сообщество развивалось в Кыргызстане, потому что, к сожалению, не все знают, кто такие HR-ы. И здесь сейчас 8 спикеров, 2 из которых с Москвы укажет вас своя тема. Как не материальная мотивация, так и материальная. Жизнь, посвященная сближению народов и установлению дружественных отношений с соседями. Именно так говорят о видном государственном и общественном деятеле докторы философских наук Батарали Сыдыкове. В честь 80-летия которого состоялось открытие книжной иллюстративной выставки «Умирдастаны» и «Вечер памяти». Работая на важных государственных должностях в 1995 году, он направляется в качестве посла в Узбекистан, где под его началом было построено здание посольства Кыргызстана. Он, работая в данной республике, успешно продвигал интересы страны за рубежом, реализовал приоритетные направления внешней политики и вложил в свою лепту дело стабилизации политического и экономического развития страны. После окончания своей дипмиссии он долгие годы руководил аграрным университетом имени Скрябина. За свой весомый вклад в развитие внешней политики и обучение молодого поколения он был награжден рядом государственных наград. «Именно боролся за Кыргызстан суверенный и решение, именно вся его цель была в том, чтобы взаимоотношения между народами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном, это самая трудная проблема была в 90-е годы, осьские события, наверное, помните. И вот этот человек внес конкретный вклад в установление именно дружественных отношений между Узбекистаном». И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на сайте piramida.kg, на наших страничках в соцсетях и на нашем ютуб-канале. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин